Долгие годы наш скрытый агент вел наблюдение, делил кровь, стол, еду, рожал и воспитывал детей. Все это для высшей цели, для того, чтобы задать главный вопрос. И вот час пробил. Ну что, сиротин, Гоха продалась? Ну а теперь серьезно. Андрей, готов ли ты, как человек, который отвечает у нас за деньги, говорить правду, правду и ничего, кроме правды? Ну, конечно, всегда. Положи руку на то, что там тебе дорого. Она всегда лежит на нем. На что ты положил? На телефоне. Странное религиозное предпочтение. Короче, отвечай. Где деньги, Андрей? Деньги в чемоданах. Нет, я про те самые деньги, которые за каждый видос проплачивают Гохи, чтобы мы хвалили игры. Даже если это лютое говнище. Я вот автор сценария каждого ролика, и я не понимаю, где деньги? Слушай, ну на самом деле это такой достаточно странный вопрос. Деньги в мыслях тех людей, которые считают, что нам что-то проплатили. Ну, просто, буквально под каждым видео можно найти там парочку комментариев на тему Гоха продалась. Я взял для себя смелость, немножко даже озвучу. Например, игра умерла, а вы обзор делаете, видимо, проплатили за рекламу, потому что людей нету, не хотят в это играть. Ну, тут резонно, в общем, не поспоришь. Конечно, можно подумать, что нам проплатили. Спорить даже не будем. Доказательств, естественно, никаких. Далее. ВГ завезла телегу Гохе. Гарро, как на вкус крахмальный Нидус? Надо будет спросить у Гара, хотя непонятно, при чем тут он, обзор делал я. И сразу отвечаю, что я не знаю, что такое Нидус. Ты в курсе? Я, кстати, тоже нет. Но это либо что-то вкусное, либо противное. Ну, крахмальный Нидус звучит, в принципе, как-то... Ну, нет, двусмысленно, нафиг это. Дальше, следующее. Ясно, видос говнище, денег завезли, чтобы БДО рекламить. Ну, ты справился, автор, только репу уже не восстановить. Не восстановишь. Для справки, у нас в Беларуси предпочитают восстанавливать картофель или репу. Так что нет, не подходит. Слушай, а я, кстати, слушал, что про картофель и Беларусь это миф. Любят люди и жрачку, да и все. Дальше, мое любимое. Любит наш народ. Всякое классное, вкусное. И мое любимое. Рилли неожиданно годны для Гохи. Вот это прям приятно было. Хотя слово рилли меня немножко, если честно, смущает. Как будто бывает как-то иначе, кроме как годно. Что ты, Андрей, думаешь по поводу вот этих комментариев? Я просто как-то пропустил тот момент, когда Гоху начали подозревать в проплаченных обзорах. Слушай, ну, я где-то читал недавно в каком-то паблике в Телеге, что как один из... Там кто-то гнобил одного из авторов другого ресурса о том, что тот заявил, что сейчас сложно давать играм маленькие оценки, потому что те игры, которые мы обозреваем, они в принципе все более-менее нормальные. То есть сейчас настолько много игр, что говнища обозревать смысла нет. Но! С недавних пор наш Кирайра набрала много разных авторов, которые многогранны. И которые... Там есть у нас Гарук, есть Доктор Слон. Они обозревают игры и разные мероприятия в своем стиле. Он не всегда мне нравится, но они прям такие... Они люди из народа. Они правдорубы. И если вот что-то им не нравится, они прям так и пишут. Но я могу это тоже опять же засвидетельствовать, потому что у меня как говорится на глазах это все происходит. И Андрюша иногда просто плачет по поводу того, что... Ну какого хрена ты поставил тут 7? Тут же можно 8 поставить. Ему в общем говорят, что слушай, иди ты со своим 8, здесь 7. Я тебе объясню почему. Ну и в общем... И вот в общем человека даже не уволили, если что, за это. Не, я очень сильно ругался, если ты про Гаруха. Он поставил метро, семерку, кажется. И меня прям реально бомбило, потому что в моем понимании... У меня есть одна шкала, а эти люди, они учились в школе по десятибальной шкале. И они сказали, что семерка по десятибальной шкале это отличная оценка. И иди ты в жопу, Андрей, короче, со своим суждением. Но у нас та история закрылась, и мы как бы ее оставили. Тем не менее, та же вот недавно Доктор Слон у нас есть, обзорщик. Обозревал игру Крэкдаун. Мне не очень понравился обзор, но тем не менее издатель сказал, Ну, нам не важно, что вы скажете. Ну, как бы, нам, нам, конечно, приятно, когда нам говорят, что игра хорошая. Но если она не хорошая, как бы, ну и ладно. Ну, мы убивать вас за это не будем, да? Ну, то есть, как бы, это ваше нормальное... Никогда, никогда издатель нормальный, у надормального ресурса не требует какой-то там оценки хорошей. Максимум, если ты пишешь обзор, например, вот тебе прислали ключ, допустим, раньше релиза игры, и эмбарго есть какой-то. Тебе могут прислать гайдлайны, например, если что-то они знают, что какие-то места не работают, или как лучше игру проходить. Они тебе рекомендации дают, но никто тебя никогда не заставляет писать что-то под копирку. Ну, это тупо, на самом деле, потому что сейчас люди все не дураки, и если ты напишешь, что прям все масло масляное и все вообще замечательно, но это прям... Это будет просто откровенные джинсайи, как бы, типа там, вот это скажут фу. Короче, вот по идее, да, тот, кому занесли денег, он же должен прийти к тому, кто пишет обзор, если это, конечно, не один и тот же человек, а у нас, судя по всему, не один, потому что, я напоминаю, никаких денег не видел, и сказать, например, так, давай-ка ты, Майдлер, напишешь и озвучишь, что это хорошая игра, и похер, какая она там есть на самом деле, да? Ну, так же получается. И на все вот это я логично спрошу, а с какого хрена, извините, я должен это делать? И какие тут варианты ответов? Значит, вариант номер раз. Потому что я так сказал, иди, пиши, холоп, и не выпендривайся. Вариант номер два. Я дам тебе сто баксов, холоп, иди, пиши и не выпендривайся. И вариант номер три. Ты, холоп, вообще холоп, у меня таких холопов очередь целая выстроится, когда я тебя, холопа, уволю. Так что иди, пиши и не выпендривайся. Какой, Андрей, вариант вы выбираете? Слушай, ну, если ко мне придет, если ко мне... Раньше приходили издатели и говорили, нам нужно написать, что у нас все классное. И порубили сразу. Ну, то есть мы с такими не сотрудничаем. Мы объясняем, что надо подновать... Ну, то есть как бы, как у нас все время на портале есть одна политика. Она такая, мы за критику, но мы против хейта. То есть ты можешь объективно рассказать, чем игра хорошая, чем в каждой игре есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Смысл обзора в том, что он рассказал, что в игре есть вот это хорошее, вот это плохое. Да, и там может быть какая-то авторская оценка, в итоге там мне понравилась текстура, но не понравились там, не знаю, что-нибудь. Вот. И это нормально, это авторская позиция. Как бы вот так и должно быть. А чтобы рассказали, что вот у нас вышла новая какая-то игра, она похожа на предыдущих 50 игр, но вот мы решили бабла срубить и напишите, что она лучше, чем какой-нибудь ААА продукт. Ну, ты напишешь, даже если ты дурак, ты взял денег, написал так, и если ты написал это на большом сайте, тебе прочтут твои же читатели и скажут, ты что, дебил что ли? Ну, зачем? Сейчас есть более интересные, на самом деле, есть большие сайты, да, они используют разные форматы продвижения тех или иных продуктов. Есть интеграции, есть спецпроекты, есть конкурсы. Ну, то есть, как бы, есть комплекс разных инструментов, которые можно использовать для продвижения какой-то игры. Не обязательно писать для этого обзор и говорить, что игра классная. Можно написать обзор, написать, что игра говнища. И этот обзор, допустим, мы упрочтут, там, не знаю, 50 тысяч раз. И он нас намного больше интереса к игре, чем если бы написали, что игра классная. Потому что люди, они заинтересуются, и главное, чтобы материал их заинтересовал. И если, ну, написать, что вот игра говно, но она настолько плохая, что она, это хорошо, люди такие, что так бывает, пойдем смотреть. Реально такие случаи бывают. То есть, не будешь ты, короче, 100 баксов, на которые я намекал, платить за обзор, за правильный обзор? Стой, нет, 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 я еще не знаю. А, дело только в судьбе, всего лишь в судьбе. Мне просто кажется, что люди немножко не понимают, как это работает. Ты можешь, как человек изнутри, вот прям из индустрии, который уже, там, десятилетиями пашет, прям, не вынимая, грубо говоря, как это работает? То есть, вот, от начала и до конца, как приходит разработчик, то есть, по мнению, там, людей, наверное, приходит сразу с кейсом, с кейсом, и с кейсом денег еще отдельно, да? То есть, заготовленный вагон, швыряет тебе в лицо, говорит, share up and take my money, только похвали мою игру. Нет, так вообще, ну, так никто не говорит. Таких посылов вообще нет. И, смотри, есть разные игры. Есть AAA-проекты, за которыми, ну, есть разные, да, сусловно говоря, есть игры интересные нашему порталу, да, нашей редакции. Мы за ними следим, независимо от того, занесли те денег, не залезли те денег. Они, так условно, назовем их так, трафикогенерящие. Это игры, там, которые смежны с нашей тематикой MMORPG, там, да, или это игры, которые большие AAA-проекты, за которыми все следят, и не написать на нее обзор, не снять видео, не написать про нее новость, ну, это тупо. И поэтому ты по ним работаешь, независимо от того, приносит тебе кто-то денег за рекламу, или не приносит. Под эти игры, там, не знаю, если это большие издатели, если они еще есть в России, они на старте, там, на лаунче игры, или, если это MMORPG продукты, они, там, на тестах начинают к тебе заходить и говорить, а давайте мы будем дружить, и, там, какие-то совместные коллаборации, активности делать, да. Если это сингл продукты, то это могут быть либо конкурсы, либо просто медийные рекламы. Бахните нам на старте, чтобы продаж у нас было побольше, читатели, которые читают новости через одну, да, чтобы они, если вдруг, они могут читать новости только, например, по их любимой игре, там, не знаю, Lineage 2, да, но при этом они увидят красивый брендинг, такие, о, оказывается, вышло там, не знаю, что там у нас сейчас вышло, сейчас мы посмотрим, о, секира вышла, пойду поиграю в секира, вот. Как бы, вот, брендинг, например, вот наша реклама, которая на главной странице, она работает так. Есть MMORPG продукты, они работают, там более длинная история продвижения продукта, она длится обычно годами, и там свои инструменты, ну, которые, собственно, мы наблюдаем, но, опять же, у нас нет в Рунете любимых издателей, у нас каждый издатель когда-нибудь на чем-нибудь провалился, ему будут, мне кажется, до заката времен вспоминать те или иные косяки, мы же по всех можем вспомнить, поэтому всегда есть любители какого-то издателя, есть его противники, приходится со всеми работать. Но, вот смотри, ведь все равно же были такие случаи, когда тебе, наверное, там как-то напрямую или косвенно что-то предлагали, как бы там в плане, там, ну, может быть, вот вы тут как-нибудь так вот нормально напишите, а мы вот тут нормально заплатим. Просто, может, какой-то случай из реальной жизни у тебя есть, когда ты сказал, что, вау, 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 потише, эй, эй. У меня реально был случай компании Невал, но это было, правда, давно, когда я так и начинал работать, у меня не было автора какого-то, который бы мог написать обзорную игру, и он говорит, давай мы пришлем свой, у нас тогда Тарас писал все, да? Они сказали, мы пришлем свой, вы его отредактируете под себя. И они прислали настолько уродский материал. Я прям пока читал его, у меня прям глаза вытекли, я говорю, друзья, говорю, ну, просто реально, я знаю, что есть компании, да, в которых сидят нормальные копирайтеры, которые могут написать нормально, и написать и про хорошее, и про плохое, и сейчас не важно, сейчас важно соблюсти вот этот баланс. Не надо писать, что игра только хорошая, это прям сразу всех бесить начинает. Ну, нет никого хороших. У нас, ну, то есть, во всем всегда есть ложка дегтя. Вот. А там был какой-то продукт, и там прям, у нас самое лучшее вот это, у нас самое лучшее вот это, и при этом у них все фишки проекта были вторичные. Я прям взял этот файлик. Ой, я тоже помню такую фигню. Я прям взял файлик, и в режиме редактирования абзац выделяешь, и пишешь, это есть вот в этом, вот в этом, вот в этой игре, это есть вот в этой, вот этой, вот в этой игре, отправил назад, говорю, чуваки, нет, давайте, ступайте. У нас тогда Тарас освободится, там, через неделю, он сам будет писать, потому что вы полную хрень написали, нам такое не подойдет. Ну, это понятно, в принципе, потому что, я говорю, я тоже сталкивался с такой ситуацией, когда действительно человек, который хочет обзор, и он сам, в общем, диктует условия еще этого обзора, и ты такой смотришь, what the fuck, то есть он тебе присылает какой-то текст, и ты понимаешь, что это не обзор, это реклама, как бы, игры, причем не прикрытая, и она тупейшая. Тут есть еще другая штука, есть такая штука, называется факт-чекинг, когда ты приглашаешь автора, или твой штатный автор пишет обзор на какую-то игру, и ты ее отправляешь издателю, чтобы он проверил факты, да, то есть факт-чекинг, это, собственно, есть проверка фактов, потому что бывает, что мы все в суматохе, можем недостаточно разобраться в какой-то механике, или еще что-то, и в этом случае, например, те, кто попросили тебя посмотреть их продукты, они могут сказать, что, а вот здесь, там, автор неправильно разобрался в механике, или здесь у нас машина не красная, а зеленая, ну, или что-то такое, то есть, как бы, чтобы реальность совпадала с тем, что есть в игре, и с тем, что есть, что автор написал. После этого, как бы, ты ее автору отдаешь обратно, и он уже проверяет, перепроверяет, и какие-то правки вносит. ну, в общем-то, все равно за что-то, получается, платят, давай расскажем, как бы, ты уже вскользь упомянул нашим читателям, за что конкретно, то есть, у нас платят, ведь все равно рекламу у нас покупают, бренд, как бы, тот же самый покупают, ведь кушать, как говорится, за что-то надо. Конечно. Смотри, ну, бренд, как бы, я говорю, что у нас есть издатели, там, большие игры, там, софтклав, бука и прочее, прочее, софтклав самый большой, у нас есть новостная лента, да, я все время пишу людям, которые хотят попасть к нам, например, разместите пресс-элис или еще то, я говорю, друзья, смотрите, вы присылаете нам новости, если они интересны, мы их размещаем просто так, если они не интересны, да, то, соответственно, гуляйте, но за определенную сумму денег мы можем вам позволить, собственно, разместиться у нас, например, в новостях, там, с пометкой рекламы, еще чем-то, и тем самым мы продаем доступ, о, чтобы у кого-то ночью нашла, мы продаем доступ к своей аудитории через продукт. Видимо, кто-то несет тебе деньги аккуратно. В ночи, конечно. Да, 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 только только ночью это и происходит. Обзоры никто сейчас не покупает, но это очень банально. Сейчас издатели и разработчики, они любят какие-то большие, красивые истории, комплексные, когда, например, есть и брендинг, и обзор, но обзор, например, вот сейчас у нас висит реклама прямо сейчас Секира, да, и это игра, на которую ты не можешь написать обзор, потому что она вышла, она сейчас хайповая, ты заходишь на Твич, она висит там номер 2, и она собирает много людей, она тебе приносит много трафика. Ты не можешь по ней не сделать стрим по этой же причине. И как бы это трафикогенерящие игры, и там, не знаю, на следующей неделе будет что-то тоже будет там, не знаю. Ну, я на самом деле сейчас разбираюсь, с чем что-то, что там будет на следующей неделе, скоро мы вас уведомим. Но давай просто как-то попробуем финализировать все это дело, то бишь вот этот посыл, который там по поводу Гоха продалась, да, это же какой-то, короче, кошмар и бред, потому что я, ну, допустим, как человек, который сейчас начал читать вот эти вот комментарии всем у нас под Ютубом, в комментариях, естественно, под видео, я просто офигеваю, то есть буквально в каждом из этих комментариев есть какая-то странная тема по поводу того, что продалась, причем непонятно откуда это пошло. Вот мы, я надеюсь, как-то вам это разъяснили, то есть потому что я без понятий. Я так понял, что это ты сейчас, тебя задела эта тема про Атлас видео. Суть в том, что Атлас был хайповой игрой на старте, когда все ждали его, все в него поиграли и подзабросили, да, но ты сделал с Гоха недавно подкаст и люди такие, эй, ребят, а что вы проснулись-то спустя, сколько там, прошло три месяца. Ну так это же и удивительно, то есть получается сейчас бессмысленно в эту игру звать, потому что у нее тем более вайп там назревает, народ просто поэтому не играет. То есть какой смысл в этом? Ну не, можно конечно сходить, потому что там рейты увеличены, но дело даже не в Атласе, дело как бы в том, что я уже давным-давно отслеживаю эту какую-то странную тенденцию, я говорю, я начал просто ее замечать, как начал непосредственно заниматься своей деятельностью у нас на портале и я типа такое офигеваю, то есть вот, ну где здесь какая проплата? Есть проблема в том, что очень много обзорщиков в интернете, которые выезжают на негативе. В каждой игре есть, даже в хороших играх есть все время какой-нибудь говняшка, да? И если ты будешь сильнее давить на говняшку, людям почему-то ближе, вот нашему ру-комьюнити ближе к душе обсирать всех, негативить, радоваться, когда соседу плохо. Вот у нас почему-то так. И когда ты говоришь, что эта игра плохая, потому что и вот ты начинаешь прям «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та», вот так, как с пулеметом и начать, то почему-то русскоязычному комьюнити это больше, ближе, и они считают, что «А вот это правда!» И несмотря на то, что игра может быть хорошей, просто автор выезжает на негативе. А если ты пишешь или делаешь видео и рассказываешь, что игра хорошая, а кто-нибудь посмотрит, тот обдор скажет «Чувак, а я вон там видел, там же игру разнесли, а ты рассказываешь, что она хорошая, И вот так вот случается. Это ру-комьюнити. Буржузская комьюнити, она наоборот, она во всем ищет хорошее. Ну, то есть, не все, но там дают больше возможностей игре раскрыться. Там люди более положительные, более позитивный настрой. Мне кажется, там просто люди поспокойнее чуть-чуть живут, без нагнетания всей нашей атмосферы, что у нас творится. И попроще. Но у них есть Reddit. Короче, друзья, теперь вы знаете правду, потому что Сиротин-то точно врать не будет, Матлер подтверждает. Гоха.ру поздравляет вас всех с 1 апреля и как бы подчеркивает этим видосом, что все обвинения нас в продажности это просто смешно. 1 апреля, никому не верят. Еще услышимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok